всем здравствуйте хочу снять видео еще по поводу экрана в бане и фольги под вагонкой экран в бане выполнен из плитки кафельный глянцевый бюджетный даже не первого сорта перегородка сама сделана из керамзитобетонных блоков толщина блоков 120 миллиметров потом идет цементный раствор под маяк которому штукатуре на приклеена плитка на плиточный клей плиточный клей называется ли летоколка 77 я читал форумы разные видео смотрел ничего про это никто не не горит никакой информации ночью клей клей на все что угодно и про плитку написано что она гляне стреснет нельзя клеить такую плитку здесь но я ее испытал в мангале там температура приличная она вышла оттуда как новая то есть сейчас наверно горела потом я протел дред протер тряпочкой никаких трещин вообще нету ну как новая плитка и огонь и не страшен а уж здесь точно ничего не будет и ничего не треснет никакой глянец хотя вот здесь самое горячее место бывает и даже рукавицы ну шипят то есть здесь выше 100 градусов хотя заявленной эксплуатационной температуры клей 90 ну клей хороший вот уже десятки топок несколько месяцев эксплуатации ничего не отвалилось все держится вот это самое горячее место которое нагревается то есть этой страны тоже здесь нагревается где банк здесь вот здесь он все никаких там нету пустот что там отскочила или что-то там зазоров если будет зазор сразу будет простукиваться то есть она плитка отваливается тут нет ничего здесь тоже все выполнено он теплый еще наш чина вчера топили теплая стена так что если кому-то такой вариант подойдет делайте не бойтесь не знаю сколько простоит это не 10 лет эксплуатации должно простоять так по поводу фольги фольга 100 микрон прибита степлером на черновой потолок потом здесь поперек сделана контуром решетка через 40 миллиметров это как было то есть я так сделал зашил вагонкой даже не что-то в голове не было что фольга будет шелестеть при закрытии двери и потом закрываю дверь и дикий он и сейчас есть шелест не слышно нету но это то что сейчас вот есть это она вообще ничего не шелестит сравнюю что было тут дико вот этот дикий шелест прям у меня очень бесил я расстроился думаю думал как-то сделать не снимая вагонки все-таки вагонка денег стоит липовые она сейчас и дешевые испорчивает вагонку пошел магазин искать такую же вагонку потому что думаю я и спорить несколько штук она была куплена не в этом городе привезенная из нижнего новгорода это вагонок наш профиль везде вагонки разные это вы не думаете что вы если купили эту вагонку вам не хватило и пойти другой магазины и найдете именно такую же профиль это если повезет то найдете если нет то не не найдете производители все разные и фрезы у них разные прихожу в магазин говорю вот такая проблема говорит вы не первый что делать говорит оставляйте так или скрывайте потолок так конечно оставить я не мог для меня что-то как баня погремушка это не особо что шелест был ужасный это просто сейчас вот шелестит она практически не шелестит в стенах в стенах со стенами я уже ничего не могу сделать это потому что здесь через 50 миллиметров пусть пущена контур обрешетка и все это на динаде пилях сделать надо сверлить приделать это фольга с ней очень удобно работать это еще удобно работать потому что на 100 микро на если вы купите 50 это просто вы замучаетесь с ней вот я скрываю потолок сломал всего только две или три вагонки как-то научился и вскрывать она у меня прям ну вот а прибита неллером же она сейчас покажу вся вагонка неллером прибит так вот раз неллер это пневмопистолет или электропистолет для забивания этих гвоздиков маленьких незаметных скрыл я ее пускаю посередине от 40 миллиметра 40 сантиметров было расстояние я пускаю еще одну 20 сантиметров становится расстояние между контур обрешеткой все равно шуршит закрываю дверь все равно шуршит меньше конечно шуршит скобами пробиваю скотчем заклеивают клейкой лентой естественно тут все углы проклеены клейкой лентой как все по как все требуется по правилам все равно шурша не есть тут там она прям потолок прям к дверь закрываю шуршит делаю еще вот так поперек то есть получается этот квадратики стали квадратики и потом в каждый квадратик еще по две скобы и скотчем заклеиваю только тогда она практически уже не перестала шуршать на потолке я начал зашивать заново в итоге получилось что две дырочки от миллера вагонка и три штуки вагонки пришлось докупить но это еще нормально я думал сломаю больше этих замков но как-то пресс норовился и и отщелкивать и отщелкивается она легко и сломал только три вагонки так что имейте ввиду я смотрел на youtube никто не мог сказать про этот вариант что именно это фольга 100 микрон без подложки вот этой подложки то они продаются фольги сейчас фольга с подложкой там на бумаге еще на чем-то химическая просто смотрел магазине как какой-то как целлофан какой-то как вот пакет или полипропилен ну это наклеенный на обратной стороне фольги но я не хотел в бане чтобы там эти химические эти пластмассовые были вот вещества и решил сделать взять вот эту 100 микрон на самой дорогая как позиционируется больше я точно не нашел чутка рулон не могу сказать сколько стоит но больше 2000 рулон стоит точно вот так что если будет кому-то полезно вот это вот как фольгу прибивать не просто прибивать надо а надо прибивать его правильно чтобы она не шелестела проклеивать и проверять обязательно проверяйте дверью дверью чтобы не было шерест потому что вот здесь вот вот расстояние 40 миллиметров 50 миллиметров за фольгой блоки это надо приделать вот этот контур обрешетку деревянную надо приделать диппелями саморезами это очень неудобно сделать если проделать уже через 20 это еще надо сверлить дырок уйма вот так что в стенах она маленько шелест остался ну она не так шелестит как шелестел и там было просто ужас 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 кому-то может это по барабану но мне это как-то это все принципиально все спасибо если что пишите помогу чем могу свидание